Привет, я Эйвон и мой любимый цвет голубой. 6 апреля мне исполнилось аж 10 лет юбилей. И все мои друзья уже сняли челлендж утро в своем цвете. Моя сестра Софи в розовом цвете, моя гелфренд Миша Лайк в салатовом цвете, наш покемон Юмичу в желтом цвете и даже киса Алиса в сиреневом цвете. Остался только я. И все писали в комментариях, когда же я сниму свое утро в голубом цвете. Их было очень много. Пишите еще много комментариев, ведь случайные попадают в ролики. А если, как эти ребята, хотите, чтобы мы все вместе сняли 24 часа в голубом цвете, ставьте лайк. Чем больше лайков, тем быстрее видео. Миша с Юми почему-то спят в розовой лежанке Софи. А Софи вообще развалилась, как королева в гигантском бинбеге. Ей же даже оттуда ничего не видно. А киса Алиса решила жить под диваном. Первым делом с утра я пишу расписание на день на своей голубой космической доске. Голубым маркером. И у меня есть грустная новость. Вчера моим первым делом в списке было пойти к врачу. Мы с Аней ходили к ветеринару. Потому что я очень плохо себя чувствую в последнее время. Постоянно кашляю и другие проблемы. И у врача выяснилась очень страшная вещь. Не буду ее вам говорить, чтобы не портить настроение. Но на нашем общем семейном канале с Аней Magic Family вышло новое видео об этом. Аня там все рассказала о том, что со мной. И это больше неизлечимо. Надеюсь, вы посмотрите этот ролик, поддержите его лайком и комментарием. Эх, вернемся к челленджу. Так вот, проснувшись раньше всех, я первым делом иду в туалет. Ну, тут все как обычно. Открыл крышку, слепил куличики. И смыл куличики. Вот. А, совсем забыл про туалетку. Голубую я не нашел, зато нашел салфетки. Целую башню из них сделал. Блин. А я уже смыл и закрыл унитаз. Надо было раньше, наверное, подтираться. Ну ладно, сейчас вытрусь. Ой, о-о-ой, упала. Ну, потом уберу. На самом деле, я обычно не свинячу, нет. Я очень чистоплотный. Сами сейчас все увидите. После того, как сходил в туалет, я иду умываться. Все умывальные принадлежности у меня, конечно же, голубые. Я же челлендж выполняю. Сначала я, я чищу зубы. Для этого я купил специально голубую зубную щетку. Ну, ничего такая. И подходящую зубную пасту. Обычно зубы мне чистит наша хозяйка Аня. Ладно, подавим пасту. Я, я не очень умею это делать. Интересно, столько зубной пасты хватит? Ну, да, я думаю, достаточно. Зубная паста что-то не очень голубая. И Аня обычно чистит зубы специальной зубной пастой и щеткой. Для собак? Ну, да ладно. Какая разница, главное не проиграть в челлендже. Да, на вкус не очень. Ладно, буду считать, что почистил зубы. Разок протер и так сойдет. Надеюсь, я не подаю плохой пример детям. Не-не-не, ребят, все правильно, зубы чистить надо. Мыло у меня тоже голубое. Не, я серьезно, я честно, обычно я не свинячу. И вообще, зачем с утра руки мыть? Ой, у меня же лапы. Лапоруки. Руколапы. Да и вода что-то не очень теплая. Ладно, будем считать, что помыл. Такс, пришло время принять утренний душ. Ванны в этой квартире у нас нет, только душевая кабинка. Но этого мне достаточно. О, может помыться Аниным шампунем для голубых волос. Смешно будет, если я вдруг стану голубым. Хотя Ани, наверное, будет не очень смешно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция душ. Пасту подавили, сейчас надо подавить шампунь. По-моему, достаточно. Только у меня же лапы, а не руки. Как мне намыливаться? Может, надо намылить мочалки? Сначала одну, потом другую, а потом себя ими. Да и душ тут какой-то поломанный, блин. Воу, я как будто под водопадом. Водяной массаж. О, хорошо спинки. Ладно, может быть, и без шампуня обойдемся, да? Душ же я типа принял. Нормально, и так сойдет. Осторожно, двери открываются. Следующая станция пожрать. Хотя нет, наверное, сначала высушиться надо. Этим? А, нет, это грязные тряпки. А, вот полотенце. Большое для тела, маленькое для лица. Так, Аня учила. Значит, надо взять большое. Упс, эм, маленькое тоже упало. Ну и что? Брр, брр. Такс, как там нас учили? Чтобы быстрее высохнуть, надо укутаться, промокнуться. Чувствую себя какой-то бабулей. Ладно, достаточно уже, по-моему, бррр. Хватит, я уже высох. Типа, по... После душа надо надеть чистые трусишки. Чё-то, по-моему, трусишки мне великоваты. А ещё у меня на трусах написано, я люблю быстрые машинки. Причём здесь трусы и машинки, я не знаю, но... Нормально. Я классный, да? Ставь мне лайк. Ну всё, главное теперь трусы не потерять. Кажется, я потерял трусы. Ну и ладно. Чё такого? Кто трусы не терял никогда? Я чё, один такой что ли? Лучше пойду послушать. Так, сверимся со списком. Подъём. Душ. А теперь завтрак. О, до того, как пойду завтракать, нарисую всех девчонок. Они проснутся, и это будет им сюрприз. Это их портреты. Это Миша. Вот так я её вижу. Очень миленькая получилась. А это будет киса Алиса. Вот такие у неё злые глаза, хитрые. Потому что она такая. Миша добрая и наивная. Киса Алиса, кота монстр. А это Софи, моя сестрёнка. Да, получилось больше на таксу похоже, конечно. Но и Миша тоже и на чихуа не похоже. Так, а это Юмичу. Вот такая вот смешная, с огромным ртом, ушками. И зубы ей вот такие прелесу. По-моему, похоже. Сегодня в моём челлендже «Утро в голубом цвете» участвует огромное количество голубой посуды. Я для этого видео специально набор купил. Смотрится очень круто. Только вот готовить-то я не умею. Хотя, может, я и крутой шеф-повар. Посмотрим, что у нас есть в холодильничке. Да уж. Интересно, откуда взялась фраза «шаром покатить». Тут, по-моему, не только шаром покатить можно. И квадратом тоже, и чем угодно. Ничего нет. Ну ничего. Настоящий крутой шеф-повар придумает крутые блюда из ничего. Для начала почистим огурец моей овощечисткой. Ни черта не чистится. Что за овощечистка такая, а? Ладно, попробуем тогда его моим ножом порезать. Не пилиться. Откусить проще. Готов огурчик в наш салатник. Несколько блюд сделаю. Вот всех удивлю. Салат, салат. Сейчас его хотя бы ножом этим попытаюсь порубить на этой доске. Наверное, у меня и еда должна была быть голубая. Ну уж извините, голубых овощей я не знаю. И масло, чтобы не погасло, как говорил старый добрый Иван Ге Гай. По-моему, 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 достаточно масла. Хотя масла много не бывает. Послушайте шеф-повара Ивана. Так, зелень у нас вся какая-то тухлая. Нет уж, такое в салат класть позор. Ну, ладно, и без зелени вкусно в принципе. Зелень, уходи. Ты нам не нужна всё. Да я просто король кукинга. Так, у меня тут есть специальные ложки и ложковилки, чтобы салатик наш замешать. Ну, может маслица и многовато всё-таки. Так, откроем сковородочки, в них будем тушить. Огурец забыл помыть, так хоть помидор в дуршлочке помою. Ну, как тебе помидорчик? Такой же душик, как у меня с утра, да? Нравится? Наверное, помидор мне не ответит. Овощи же не разговаривают вроде. А вдруг? Тогда бы он, наверное, сейчас кричал, когда я в него нож втыкаю. Так, в этой кастрюльке мы будем тушить овощи. Лук с помидорами будет, вот. Лук, король всех мук. Но он огромный. Как вообще его можно порезать-то моими тупыми пластмассовыми принадлежностями? Ладно, кусок откусил, фу, ну и гадость. В общем, тут я буду лук жарить специально. Вот у меня есть лопатка. На холодной закуске у вашего шефа Эйвена будет сырная закуска из брынзы. Только мне ее надо натереть на этой дурацкой терке. Ладно, и так сойдет. Сейчас в мисочку положим. И майонезико туда так плюхнем, плюхнем. Ммм, вкусно будет. Замешаем все это моей специальной лопаточкой. Хм, хотя, наверное, это лопатка для оладушек. Да, я сказал, что я не свинья, но что-то у меня как-то тут грязновато. Ну, ничего страшного, Аня придет и берет. Что же мне с этим всем делать? Что-то мне уже не кажется, что это будет вкусно. О, у меня есть гениальная идея. Надо это просто все смешать. Тогда точно вкусно будет. Я видел в какой-то передаче, разную еду смешивали и у них вкусно получилось. Для моего челленджа я приготовил голубую ложечку. Осталось разобраться с напитками. У меня тут есть открывашка. А напиток-то у меня тоже почти голубой. Синенькая баночка. Сейчас я ее как-нибудь этой открывашкой попробую открыть. Если, если... Походу не получится. Лимонад отменяется. Ладно, и вода из-под крана сойдет. Ну все, завтра готов. Какая... Какая... Гадость... Ужас... Какой... Да... Уж... Такое... Да, я думал, я крутой шеф-повар. Надеюсь, девочки проснутся и меня накормят. Пойду-ка лучше сделаю следующее дело по списку. А следующее дело чтение. А потом подготовка по ходу. Эй, Ван, а ты завтра к нам приготовил? Эээ... Вообще-то у меня по плану сейчас чтение. Для утра в голубом цвете я выбрал голубую книгу. А что это у тебя такое за рисунки на доске? Это я, Киса, Алиса, Софи и ты, Юмичу. А у меня что во рту? Вот это стиражка-жвачка? Или что это у меня такое во рту вообще? Это что, зубы? Ага, Юмич, у тебя зубы. Не похоже. Ну, знаешь ли, Юми, на меня тоже как-то Миша не похоже это. А по-вашему, я похожа, да? Вот это вот какое-то непонятное существо с языком торчащим. Барашка какая-то. А вот Юмичу, по-моему, похоже на бобра. Сама ты, сами, сами в бобры. Я не бобер, ясно? Не бобер. Бобер, не бобер. Ты лучше на меня посмотри. Что это за кролик или заяц новорожденный? Разве я так выгляжу? Эй, Ван, а что такое подготовка к по ходу? Ох, Юмичу. Плохо ты учишься в школе. Подготовка к походу. Мы все пойдем в поход? Я решил отправиться в поход в связи с последними событиями с моим здоровьем. Крутяк, я тоже хочу. И это 24 часа в голубом свете. Класс. Ребята, срочно собираем лайки. Я тоже кое-что к походу, кажется, нашла. Идите смотрите видео про Эйвана на нашем канале Magic Family. Увидимся.